Об исполнении бюджетного плана о доходах и расходах доложил президенту Аслану Бжаня глава Гагарского района Юрий Хагуш. В своем докладе он подчеркнул, что возглавляемый им район перестал быть дотационным и показал профицит бюджета. Такие показатели, по его словам, результат деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района. План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагарского района на начало года составлял 350 миллионов рублей. На сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов. Помимо налоговых поступлений в бюджет, также есть и значительное увеличение собственных доходов администрации, благодаря пересмотру арендных платежей муниципальной собственности, а также возвращению задолженностей по приватизированным объектам прошлых лет, отметил Юрий Хагуш. За 10 месяцев 2021 года удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей. Эти средства распределены по всем направлениям, в первую очередь на здравоохранение. В 2021 году за счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена заработная плата работников здравоохранения до 20%. Средняя заработная плата составляет 19 тысяч 100 рублей. Так, в текущем году были приобретены реанимобили и карета скорой помощи на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей. Произведен ремонт отделения лаборатории на сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Установлена система централизованной подачи кислорода на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Было куплено рентгеноборудование, кислородные баллоны, произведены другие ремонтные работы. Все это на сумму свыше 2 миллионов рублей. Уложен асфальт на территории ЦРБ на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Видя положительные изменения в Гагранской центральной больнице, предприниматели Гагры изъявили желание быть сопричастными к этому, за что мы ими благодарны. Сейчас ведется ремонт двух отделений, отделения реанимации и отделения приемного покоя, на сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей. Также была уплачена задолженность за полученные медикаменты для ковид отделения Абхазформации в сумме 3 миллиона 220 тысяч рублей. Выплачена задолженность Гагры изъявленной ЦРБ по внебюджетным фондам и за потребляемую электроэнергию прошлых лет в сумме 6 миллионов 697 тысяч рублей. В районе отдельное внимание уделяют больным COVID-19, проходящим лечение на дому. Уже более года из средств местного бюджета по заявкам, которые собирают наши сотрудники, закупаются медикаменты и продукты. Питание и доставляются больным на дом. На это потрачено 1 миллион 200 тысяч рублей. Не остается и без внимания обращения граждан, жителей Гагрынского района в связи с тяжелым материальным положением, необходимости лечения иных причин. На совещании были подняты важные актуальные вопросы, которые требуют решения в первую очередь. К примеру, платежная дисциплина жителей района крайне низкая. Президент выразил недовольство по этому вопросу. Аслан Бжания потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов Черноморэнерго увеличить сборы за потребленную электроэнергию. Я такие поездки буду осуществлять, к вам приеду в конце января и здесь должны быть цифры. Это означает, что не зарабатывают местные органы управления и энергетики. И собираемости такой быть не должно. Это означает только одно – безответственное отношение руководителей. Это как не означает, что у людей нет денег. Если мы не приучем инвестиции, вокруг этого очень много разговоров, только инвесторов нет. Говорунов много, а инвесторов мало. В энергетику не обеспечим устойчивую работу, у нас будет еще больше проблем. Поэтому так заставляет действовать нас жизнь. Если мы хотим иметь электроэнергию, за электроэнергию надо будет платить. Не важно, кто инвестор – национальный или иностранный. Кто вложит, он за это захочет получить деньги в виде тарифа. Иначе свет отпускать не будет. И поставить счетчики с дистанционным пультом управления. Как это с телефоном. Я об этом говорю, потому что таково реальное положение вещей. В этом есть правда. Ее бояться не надо. Мы вместе с вами все исправим шаг за шагом. У нас есть дорожная карта по выводу энергетики из кризиса. Не верьте тем, кто пытается вас ввести в заблуждение. Не верьте тем, кто пытается вам говорить о том, что в энергетике все было хорошо. Что здесь все было прекрасно. И только в последнее время все стало плохо. У вас эта линия обрушилась. Полгода тому назад столбы упали. Здесь в Гагарском районе было. Но к этому майнеры отношения же не имеют. Это ветхость и усталость металла. А в каком состоянии находится у нас сегодня электросетевое хозяйство? Трансформаторное хозяйство. Сейчас россияне нам дадут переток. В любом случае мы уже не будем на некоторых участках отключать свет. Не потому, что у нас нет мощности. Они нам дают. Мы не можем доставить. Напряжение не выдерживают. Так или не так, Тимур. Я правильно понимаю, да? Поэтому не верьте тем, кто болтает и вводит вас в заблуждение. Будете собирать деньги. Будете относиться соответственно. Будете выявлять тех, кто занимается незаконным майнингом. Будет результат. Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений экономики страны. Руководство страны поддерживает и финансирует сельскохозяйственных товаропроизводителей. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа рассказал о перспективах и реализации сельхозпроектов в Гагарском районе. «Из программы 100 миллионов в Гаграх мы освоили в этом году на 3 миллиона 700 тысяч. То есть было подано всего 23 проекта, из них одобрено 8. Это 3 817, почти 4 миллиона. По растеневосту 5 проектов на сумму 1 миллион 900, по животновосту 2 проекта на сумму 1 миллион 200, по переработке сельхозпродукции 1 на 628. То есть освоено будет 8-17 гектаров под растеневодство. То есть по растеневодству будет этого по фамилии сейчас нет необходимости, но тем не менее, все из тех, кто были поданы заявления, я хотел бы подчеркнуть, что подходы были такие вот, чисто вот по тем параметрам, которые комиссия выдвигала и то, что нам предлагала местная администрация, то есть местные органы. Все проекты мы принимали через вас, через управление, через администрацию и поэтому мы придавали именно вот приоритет тем проектам. И вот если судить наши проекты, которые сегодня уже освоены, это где-то дополнительно до 30 человек будут трудоустроены, имею в виду на постоянной основе, не говоря о том, что будут привлекаться при том, когда будут проводиться сельхозные мероприятия. В следующем году, если уже подаются проекты, мы в кабинете министра утвердил, те же 100 миллионов на развитие сельского хозяйства, если парламент одобрый, мы будем также принимать проекты, в том числе и Гагринского района. Те приоритеты, которые посчитает руководство района, мы поддержим и будем совместно работать. По остальным МТС работает, все мероприятия они провели. Сейчас вот недавно проводили мероприятие по лечению от мраморного клопа, я думаю, что тоже провели достаточно. Практически его, я думаю, что сейчас вот его нет. И поэтому все остальные мероприятия будут также продолжаться. Итого, сколько денег в Гальском районе по итогам 2021 года освоено? На сегодня освоено 3 миллиона 817. Что мы имеем на выходе? 3 миллиона вложено куда? Какое количество земель будет обрабатываться? Сколько людей будет работать? 27 гектаров земли будет обработано под растеневодство. Это хурма 3 гектаров, косян и еще вот второй косян, хурма тоже 3 гектаров, оооо дружба слива 6 гектаров, кутарба мукпа 7,5 гектаров. То есть... Кутарба мукпа это что за фрукты? Кутарба цитрус и мукпа цитрус. И по растеневодству, итого получается 15-6 гектаров на сумму 1 миллион 900. Задействовано 5 семей, 10-15 человек, которые будут работать. По животноводству это вот два проекта. Мы им просто поставляем ГРС для того, чтобы продолжить свое... Какое количество? Сколько голов? 27 голов из тех 100, которые мы заказали, и находятся на карантине в России. 27 голов это вот два проекта Гагринский район. Это на... с целью какой? Мясо или молоко? Нет, нет, это для улучшения породы и для развития самого животноводства. Те, которые занимаются животноводством, мы им просто не заявили в виде улучшения породы для семенения, породы некоторых видов, которые им пригодились для этого, мы их желание подобрали. По переработке один проект, это вот в Гаграх, в селе Лахадзе, там семья занимается заготовкой, переработкой сухофруктов. Очень хороший проект, вот он будет, видимо, примером для того, чтобы в дальнейшем заниматься этим. А какие именно сухофрукты? Сухофрукты, мандарины, яблоки, апельсины, они готовят, мы им приобрели оборудование, они уже занимались этим, мы просто им увеличили объемы, и они сегодня, из-за того, что большой спрос имел в этом году, из-за потока туристов, я думаю, что этот проект очень перспективный, они где-то около 7 тонн сухофруктов в целом из нас уже переработали и реализовали. То есть, исходя из того, что мы им оборудование уже поставили, расширили объемы, я думаю, что намного лучше, мы будем уже, эта семья занимается заготовкой сухофруктов. На встрече не обошли вниманием и эпидемиологическую обстановку в Гагре. По словам главного врача Центральной районной больницы Индира Арсалия, эпидситуация пока еще остается тяжелой. Главврач рассказала о работе медучреждений и планах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главным учреждением является Гагрская Центральная районная больница, в Питсунде больница, поликлиника в Цандрепше, 4 СВА, 2 из них функционируют, 8 ФАПов, 3 станции скорой медицинской помощи. На базе Гагрской Центральной районной больницы функционирует стационар на 220 коек, поликлиника и станция скорой медицинской помощи. На сегодняшний день ковид-положительных пациентов у нас в районе 305, активных пациентов 305, за весь период обследовано 15 315 человек, из них положительных по району выявлено 5 226 человек. На стационарное лечение в нашей больнице получили 1723 пациента, выписано 1684, умерло 16, состоит на данный момент 23. По дневному стационару лечебную помощь получили 782 пациента. На амбулаторном приеме посещение было именно ковид-положительных, 5 879 посещений. В нашем районе, как и в остальных районах республики, проходит вакцинация. Темпы вакцинации, конечно, оставляют желать лучшего. Значит, спутником В полностью привиты 666 человек, лайт 709 человек, спутник В первый компонент сейчас привиты 182 человека. Пациенты в COVID-19 и того у нас 1366 привиты полностью, а 182 они еще первым компонентом только привиты, после 14 мы начинаем второй компонент. Помимо этого, у нас за 2021 год на медикаменты, ГСМ, хозрасходы наши траты увеличились в связи с тем, что пациенты увеличились, и ковид-пациенты, мы не можем их совмещать с остальными пациентами. На все это потрачено 7 миллионов 245 тысяч рублей. Как подчеркнул президент, пандемия сильно повлияла на экономику страны. Проблем много, но все они решаются постепенно, заверил Аслан Джаня. Мы впервые, наверное, впервые в новейшей истории, в послевоенной истории, мы могли бы в этом году, наша страна могла бы иметь профицитный бюджет, первоначальный бюджет, который мы запланировали и приняли, он откорректирован в сторону увеличения около 500 миллионов рублей. Это деньги, которые мы заработали в этом году сверх тех плановых показателей, которые были обозначены. Но эти деньги, понятное дело, что ушли на противодействие ковиду. Я бы хотел вас проинформировать о том, чтобы вы знали, я не занимаюсь пропагандой, я хочу, чтобы вы просто эти цифры знали и помнили. К нам за 2020-2021 год обратилось за поддержкой 5700 человек. Обратилось за поддержкой еще больше, чем 5700 человек, но 5700 человек получили нашу поддержку. В том числе 54 миллиона рублей мы потратили на обучение наших детей в высших учебных заведениях России. Это примерно 300 человек, по 180 тысяч человек они получили. Около 2000 человек получили материальную поддержку в плане помощи по линии здравоохранения. Это средняя сумма по 120 тысяч рублей. И около 2500 человек просто обращались к нам за материальной поддержкой. Мы им помогали. Итого, за неполных два года, с апреля прошлого года, по 1 декабря текущего года, государство оказало помощь на 389 миллионов рублей. Это необязательные, скажем так, необязательные платежи государства. Это то, когда люди приходили с бедой, и мы им помогали. И я хочу, чтобы вы это знали. И мы дальше будем помогать нашим людям. И не верьте тем, кто говорит, что нам или мне, или руководству Абхазии безразлична судьба наших простых граждан. В последнее время участились случаи ДТП в районе. Начальник РОВД по Гагарскому району Денис Айба привел статистику и рассказал о криминогенной обстановке. Раскрываемость увеличилась на 15,7%. Увеличение количества, то, что я сейчас подчеркну, на 28 единиц, это сегодня говорит о том, что те задачи, которые нам были поставлены по выявлению оружия, боеприпасы и наркотические вещества, добавилось в ход процентов раскрываемости. Также службой ОГАИ УВД по Гагарскому району за текущий период составлено 11 963 протокола против 9951. Динамика плюс 2012 протоколов. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявлено 600 водителей. Также за отчетный период 2021 года на дорогах и улицах обслуживаемой ОГАИ по Гагарскому району произошло 42 дорожно-транспортных происшествий. Против 38 прошлого года, при которых погибло 11 человек, против 20 прошлого года. Ранено 52 против 47 прошлого года. Таким образом, ОГАИ по Гагарскому району нацелена и активизирована раскрываемость преступления на допущение нарушения правопорядка на сокращение количества административных правонарушений. В Гагарском и Гудаутском районе у нас молодые люди здесь гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. Такой статистики нет нигде. А нацелена от 25 до 45 лет. 80% итохозиков, что в прошлом году погибло 20, в этом 11. Картина другая, но это очень много 11. Необходимые мероприятия, рейдовые, усиления. Значит, особое внимание на эту проблему обратить. Она вышла за рамки милицейской проблемы. Она стала национальной проблемой. В общей сложности Аслан Джани остался доволен проделанной работой в Гагарском районе. Президент дал соответствующие поручения и рекомендации.